Меня зовут Сергей Буковский, я режиссер-документалист, занимаюсь документальным кино и режиссуром документального кино уже очень много-много лет, вот уже, наверное, лет 30, и мы сегодня мне предложили поговорить о войне, о тех мыслях и воспоминаниях, которые связаны с датой 41-45. Естественно, я в это время не жил, но я вырос в семье фронтовика, мой отец был, воевал, он 16 лет ушел на фронт, и мой Анатолий его звали, Анатолий Буковский, мой тесть Григорий Бондарь, он тоже был фронтовиком, и для нас этот день, я имею в виду 9 мая, который вот-вот скоро уже наступит, для нас был не просто день в календаре, мы его каким-то образом очень в узком семейном кругу всегда отмечали, обычно с родителями мы выезжали на речку Уш, там была база киностудии Добжанка, обычные домики на сваях, но там было очень хорошо, и там мы встречали майские праздники, в том числе и 9 мая. Сейчас эта территория села Рудневый, Райсня находится на территории Чернобыльской зоны, так что мы туда не ездим, но родителей уже нет, отца и тести, поэтому 9 мая или 8 мая мы обязательно ездим на лесное кладбище, вот они там похоронены, но обязательно этот день мы каким-то образом с женой вспоминаем, потому что очень важная дата в нашей жизни. Я могу сказать, что вот как бы отец всегда, ну очень часто, может быть, только в этот день не часто вспоминал войну, для него это не было таким-то очень главным моментом его жизни, но то, что он вспоминал, мне, безусловно, запомнилось. Какие-то отдельные детали, отдельные штрихи, и он всегда очень иронично, он был режиссером игрового кино, он всегда очень иронично и скептично относился к тому, что видел на экране, было очень много в советское время делалось фильмов о войне, и, как это ни странно звучит, все лучшие фильмы, которые лично я люблю, они все были о войне, но фронт был где-то далеко. По разным причинам, наверное, нельзя было говорить всю правду, которую хотелось им сказать, потому что была советская цензура, была советская идеология. Но то, что рассказывал отец, те короткие, совсем очень небольшие воспоминания о войне, наверное, меня в каком-то смысле формировали, и сформировали мое представление о тех далеких событиях. Поэтому, когда я делал сериал «Война, украинский счет», безусловно, это сформировало интонацию этого фильма, его главную тему. И в кадре были обычные солдаты, там не было супергероев, и мы дали возможность высказаться тем простым солдатам этой войны, которые, в общем-то, на себе всю эту войну и вытащили. И мы не переделывали историю в этом сериале, мы просто сняли какой-то идеологический грим с этой темы, который, безусловно, присутствовал, опять же, в силу идеологических каких-то препонов. И во многом это нам как бы сформировало интонацию и содержание этой картины. Потому что это было совсем не то, что показывали по телевизору. В общем, это было немножко другое кино. Я, вы знаете, я хотел бы об этом говорить очень можно долго, бесконечно. И об этом сериале, сколько, как мы его снимали, как мы его делали. Но я бы хотел сказать о другом, что на сегодня война в стране. И, наверное, пройдет 20 лет, 30 лет, 40 лет, если Украина сохранится как государство, как страна. Я думаю, что обязательно, я в этом абсолютно не сомневаюсь, появятся режиссеры, появятся люди, кто захочет сделать фильм о наших днях сегодняшних, спустя уже большой период времени. Я думаю, что авторы столкнутся с той же проблемой, с которой столкнулись мы. Ну, как бы люди еще были живы, мы их снимали. Но когда мы обратились в архив, начали искать какую-то хронику, в общем-то там нам просто находили какой-то материал по крупице, буквально выцарапывали какие-то очень хорошие кадры. Я думаю, это было очень сложно, потому что везде был как бы налет советский, советского уропатриотического кино, даже в кинохронике. Я думаю, что проблема, с которой столкнутся авторы через 30-40 лет, я об этом почему-то в последнее время тоже думаю, будет связано с тем, что они тоже останутся без материала. С одной стороны, сегодня мы все вот с мобильными телефонами, сегодня все это доступно, каждый сам себе режиссер и оператор. И сегодня очень много снимается всякой хроники, все это выкладывается в интернете, в Ютьюбе. Но у меня ощущение, что это все скоро тоже исчезнет и пропадет, потому что это очень ненадежно. Поэтому я все время говорю только о том, о сбережении и сохранении нашей исторической памяти, в данном случае визуальной памяти, как это делается в других странах, в соседней Польше, Чехии, Венгрии. И мне как-то приходилось там работать. Я попросил, у меня сейчас нужны архивы. И мне задали очень смешной такой вопрос ироничный. Какую вам хронику нужна? Я говорю, вот это, это, это. У нас есть много архивов. Вплоть до семейной хроники, любительской хроники. Все это описано, все это сохранено, все это сбережено. И это все можно найти. Попробуйте сегодня в наших украинских архивах найти жизнь. 2000-х, там, 2010-го, 15-го года. Ничего там не будет. Поэтому мои тревоги, мои мысли связаны только с одним. Как мы к этому относимся, к визуальной истории, к визуальной памяти. Я считаю, что это несомненно важно, если мы государство, если мы страна, которая себя уважает и относится к себе с уважением. Это все должно быть. Я не знаю, кто должен этим заниматься. Безусловно, на все есть политическая воля и нашего политического истеблишмента. Но им не было этого. У них другие заботы сегодня и другие задачи. Знаете, у меня под кроватью, как я это называю, лежат очень много материала по голодомору, разного архива, который никому не нужен. Вот, на мой взгляд, проблема, с которой мы столкнемся очень скоро, как сталкивались мы 10 или 20 лет назад. А жизни и не будет. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Вот, кстати говоря, вот отец. Не знаю, там видно его или нет. А вот те есть, вот смотрите, они такие улыбались, улыбчивые люди. Это, наверное, начало 50-х. Вот, молодые люди, собственно, как и тогда, так и сейчас воюют мальчишки. Как на передовой на Востоке, так тогда... Да, вот тут написано 22 года отсюда. Как раз он только-только вернулся после фронта. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok